Геннадий Зюганов, лидер Российской Коммунистической Партии, призвал к мобилизации в стране. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания Госдумы, пишут российские СМИ. Прежде всего требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов, требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов. Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической Партии Российской Федерации. Более того, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии, Зюганов публично заявил, что так называемая спецоперация в Украине переросла в настоящую войну. Уважаемые коллеги, в такой сложной и напряженной обстановке мы еще сессии в Думе не открывали. Это, наверное, первое открытое выступление о войне и мобилизации в самой России. Что же случилось? Неужели один из самых преданных и старых политиков Кремля пошел против кремлевского фюрера? А может быть, все как раз наоборот? Зюганов – это классический приспособленец, который в 90-х, когда у него были реальные еще шансы стать президентом в борьбе с Ельциным, он их утратил и после этого стал обслуживающим персоналом для Кремля. Обслуживающий персонал. Именно этим все и сказано. Во время того же выступления Зюганов публично признает, что лишь за два месяца, которые Госдума провела на каникулах, ситуация в стране и в первую очередь на фронте существенно изменилась. Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить войну, вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У нее есть два исхода – или победа, или поражение. Пока что Россия уверенно движется в сторону поражения. Вот эти проявления, которые мы видим со стороны Зюганова и депутатов Госдумы, которые рассказывают о какие-то новые фантастические сценарии во время Украины, то есть и причин, и того, что на самом деле, по их мнению, происходит. Они пытаются все это перевернуть таким образом, чтобы сделать теперь из себя жертву и как можно больше мобилизировать людей, которые могли бы пополнить огромные потери, которые есть в российской армии. Количество погибших за 7 месяцев войны более 50 тысяч. В Кремле прекрасно понимают, что цифры будут расти и нужна новая сила. А объявить открыто всеобщую мобилизацию Путин пока не может. Это будет означать прямое его поражение. Поэтому Владимир Владимирович задействует разные хитрые способы, тихонько подсылая обывателям своих засланных, в данном случае вполне коммунистических, казачков, которые говорят устами Путина. Сегодня Кремль, очевидно, решил поменять общий идейный нарратив ведения войны в Украине. И вот как раз Зюганов и подобные ему персонажи будут всячески подыгрывать Путину. Сегодня он играет такую роль фасадной якобы оппозиции к власти. Но на самом деле мы же понимаем, что вся политическая жизнь в России, она крутится вокруг кабинета Путина, вокруг его светлого лика, так называемого. И в принципе все они занимаются тем, что озвучивают те или иные заявления, которые выгодны Кремлю. Шансов на победу у России нет. Это уже давно стало понятно всему миру, да и Путину, наверное, тоже. Из-за чего у бункерного тирана начинается паника. Ведь как выйти из воды сухим, он понятия не имеет. Реальность такова, что действительно украинская армия намного больше мотивирована, украинские командиры намного более подготовлены в плане разработки операций. А действительно западное вооружение, которое есть у ВСУ, в сто или в тысячи раз эффективнее того старого советского вооружения, которое есть у российской армии. Только вот признать поражение Путин, конечно же, не может. Поэтому и продолжает попросту запугивать своими возможностями. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Пробуем! И довольно-таки успешно. Вооруженные силы Украины освобождают с каждым днем все больше и больше захваченных территорий. Реальность оказалась очень жестокая не только для Путина, но и для его армии. И сегодня как раз вооруженные силы Украины своим очень эффективным и, наверное, в мировой истории 21 века, в плане этого контрнаступления, разбило все предыдущие российские нарративы. В Минобороны Российской Федерации, конечно же, заявили, что оккупанты отступают из Харьковской области, чтобы перегруппировать войска для наращивания усилий на Донецком направлении. Что тут скажешь? Ну, не может Путин признать поражение. Субтитры создавал DimaTorzok